И в прошлый раз, когда я был у вас, я больше в проповеди касался вопроса Израиля, Израиля и Церкви. И в этот раз есть тема, которой я хотел бы поделиться, она в меньшей мере будет касаться, может быть, непосредственно Израиля, Израиля и Церкви. Вы знаете, потому что, ну вот как пастор ваш сказал, я обычный пастор обычной церкви, я не пастор мессианской общины, я не мессианский еврей, я обычный пятидесятник, не знаю, терехаризмат, сегодня трудно вот эту грань где-то провести, епископ по Белгородской области, обычная церковь, такая же, как и ваша, молодежное служение, детское служение. И все как обычно, как в обычной церкви. Знаете, есть вещи, которые Бог мне начал показывать в отношении Израиля, где-то, наверное, с 2007 года, начиная, опять же, это не связано с каким-то отдельным служением Израилю. И вот путь, знаете, где-то проходил вот такого, ну почти полного безразличия к теме Израиля. Ну, объясню, почему. И, возможно, ну кто-то из вас находится сегодня в таком состоянии, ну Израиль, ну, интересно было бы съездить. Кому из вас интересно съездить в Израиль, туристам побыть? Знаете, вот если бы вы меня 10 лет назад спросили, тебе интересно туристам съездить в Израиль, я бы вам сказал, ну если ты за меня заплатишь, то может быть я поеду. Потому что, когда меня побуждали словами, ну ты же еврей, неужели тебе неинтересно побывать в Израиле, я спрашивал, а что мне там должно быть интересно? Ну как ты увидишь те улицы, по которым ходил Иисус? И знаете, у меня была железная логика, мне неинтересно смотреть на улицы, по которым Иисус ходил 2000 лет назад. Мне интересно смотреть на те улицы, по которым Иисус ходит сегодня, и ходить вместе с ним по этим улицам. Поэтому ехать в Израиль, как в страну, где когда-то, 2000 лет назад, что-то происходило, мне неинтересно. Приезжайте в Белгород, и вы увидите людей, в жизни которых Иисус сегодня реально проявляется. И я вас познакомлю с людьми, которые были чудесным образом исцелены Богом, восстановлены семьей. Знаете, нас в городе называют церковь белых воротничков. Не знаю, с чем это связано, может быть с тем, что я за свою безбожную жизнь, так называемую, он три раза, наверное, подрался, три раза добился. И все, как вы понимаете, вот такой сладкий грешник был. Учился в консерватории Харьковской, все друзья хорошие у меня были. Никогда в жизни наркомана не видел ни одного. И, знаете, вот такая церковь, у нас нет реабилитационного центра, к стыду. Я не знаю, вы занимаетесь реабилитацией, нет? Ну да, у нас есть. Немножко занимаетесь, да? Я уже, знаете, начал однажды молиться, говорить, Господи, дай хоть одного наркомана нам в церковь, чтобы я хоть увидел его, как он выглядит. У нас 150 человек в церкви, ни одного наркомана. Даже не знаю, как они выглядят. И это не потому, что мы не хотим, но, знаете, мне Бог сказал, ты успокойся и занимайся тем, кого я привожу тебе, а тем, кто нуждается в реабилитации от наркотиков, есть в городе, кому служить, и они этим занимаются. И мне никогда не было особо интересно, вот что там когда-то, 2000 лет назад происходило. Но определенный процесс начал во мне происходить, когда я наконец-то согласился поехать. Потому что, знаете, долго я говорил, Господь, если кто-то заплатит за меня, я поеду, но так я же не сумасшедший, тратить такие деньги просто на туризм. И пришел момент, когда Бог мне ответил, Он мне сказал, парень, это не туризм. И я хочу, чтобы заплатил ты. Знаете, как потом уже оказавшись в Израиле, мне один там парень сказал, Боря, ты забыл, что ты в Израиле, тут все евреи, тут не один ты такой умный. Тут все евреи. И, наверное, Господь на меня такого хитромудрого смотрел и говорит, нет, парень, я хочу, чтобы ты заплатил. И скрипя сердцем, я заплатил за эту поездку, поехал. Знаете, и для меня Израиль стал тоже своего рода такой встречей с Богом, вот с той гранью Бога, которую я не понимал, которую я не знал до этого момента. И эта грань, знаете, для меня была, вот как бы встреча с Богом, для меня была встреча с современным Израилем. Я вдруг осознал такую, знаете, банальную истину. Мои представления об Израиле основаны на иудаизме двухтысячелетней давности, потому что в Новом Завете описан иудаизм двухтысячелетней давности. И, знаете, и вдруг, вот для меня было откровением, что за две тысячи лет что-то с евреями происходило. Разговаривая с одним ортодоксальным евреем, он сказал такие слова, говорит, знаешь, нам не жалко то, что вы взяли обетование, которое Бог через Авраам отдал израильскому народу. Вы, церковь, вы взяли эти обетования, применили их к себе и считаете, что они работают. Мы не понимаем, как это, но в конце концов нам не жалко, помогает, пользуйтесь на здоровье. Но нам непонятно, почему вы считаете, что эти обетования больше в отношении нас не работают. Потому что, когда Бог обращался к Аврааму, Он давал эти обетования навсегда. И слова, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер тебе свое благоволение. Бог обращал к израильскому народу, и много раз, заключая в истории заветы с израильским народом, в разные периоды истории народа, Бог говорил о том, что этот завет с Израилем, он навеки, он навсегда. И, знаете, какие-то вещи мне пришлось переосмысливать, уже будучи там в Израиле. В моей жизни это был процесс. Я не стал мессианским евреем. Вы знаете, больше того, ну, я не скажу, что у меня откровение какое-то. Я, ну, вот, может быть, по-человечески скажу. Я понимаю смысл, цель мессианских общин в Израиле. Когда я попадаю в Израиль, у меня там много родственников, и я знаю многих служителей там. Там понятно, там ты в Израиле, там все в кипах, все в шафтолитах, ну, кто религиозный, да. И в культурном контексте существование мессианской общины в Израиле, оно совершенно естественно. Когда я попадаю в мессианские общины на территории бывшего Советского Союза, чаще всего это некое смущение вызывает во мне. Пригласили проповедовать в Сумы. Есть город такой в Украине, недалеко от границы. Сумская область граничит с Белгородской областью. В обычной нашей пятидесятнической церкви проповедовал. И мой друг пастор говорит, слушай, после обеда, вот просит пастор мессианской общины, послужи у него в синагонии. Я пошел послужить к нему, говорю, хорошо. Прихожу, смотрю, ну, какая-то странная немножко картина. Я понимаю, и меня начинают, я смотрю на людей в зале, и меня начинают смутные сомнения терзать. Я вижу перед собой русские лица. И на которых, знаете, кипы и вся вот эта атрибутика, ну, смотрится как-то, ну, уж очень неестественно. И я проповедую, я сам борюсь с этими мыслями, кто эти люди передо мной. Потом закончилось служение, я подхожу к пастору, спрашиваю его на идее, говорю, ты мне скажи, у тебя-то хоть один еврей есть здесь в общине? Он на меня смотрит, говорит, нету. Я на него смотрю и понимаю, что и там не пахнет даже. Я говорю, а ты сам-то хоть еврей? Он говорит, я верю, что я еврей. Я ему говорю, а как ты сюда попал, как ты здесь оказался? Так как, говорит, я был наркоманом в Киеве, пригласили в репцентр, попал в общину к Борису Савуловичу Варисенко. Третья часть реабилитации, социальная адаптация на миссию заслали. Вот я так здесь и оказался. Я говорю, слушай, у тебя обычные русские люди, ты обычный русский парень. К чему ты, зачем ты этот цирк устроил здесь? Ну это же цирк, посмотри. Ну у них же на лицах написано, что там евреи даже рядом не проходили. И ты их вот так нарядил, так одел, и все это очень странно выглядит. Ни один нормальный еврей к тебе сюда просто не придет, потому что это как, ну, просто дурдом на каникулы, понимаете? Это выглядит как-то, ну, очень странно. Вот, поэтому у меня, может быть, где-то есть некое предвзятое отношение в целом, ну, к братьям. Тем более, ну, кого я знаю миссианских, ну, это вчерашние наши родные пятидесятники, харизматы. И в целом у меня к ним, как к людям, хорошее отношение. Но у самого у меня нет никакого желания там становиться и делать какую-то миссианскую общину в Белгороде. Вы знаете, я понимаю, что сегодня мы живем в такие времена, когда Бог говорит к церкви в отношении Израиля. И это что-то намного большее, чем просто создать очередную общину, назвать ее миссианской общиной и что-то там пытаться делать. Сегодня по всему лицу земли существует огромная церковь, тело Христа. В эту церковь входят баптисты, пятидесятники. И в эту церковь входят все вот эти различия даже внутри баптизма, пятидесятничества. И мы все разные. Но знаете, то, что я сегодня вижу, бывает в разных городах. Я езжу по всей России. Я даже не понимаю, как это происходит. Знаете, я даже затрудняюсь представить, с какой темой можно прийти к нерегистрированным баптистам, чтобы они разрешили харизмату у себя проповедовать в церкви. Вы не знаете такую тему? С какой темой можно прийти, я не знаю, к таким, ну там, традиционным пятидесятникам, где вот, ну, знаете, есть церковь, где все по принципу, чем хуже, тем святейнее. Да, вот, послушайте, я увидел, что тема Израиля, это тема, которая звучит сегодня в сердце церкви. Тема Израиля, это тема, которая привлекает сегодня людей независимо, баптист, пятидесятник, адвентист. Это то, на что Бог сегодня обращает внимание церкви. И во многих местах, где я бываю, где меня пасторы знают, я могу на разные темы проповедовать. Я провожу конференции на разные темы, которые не связаны совершенно с Израилем. Израиль, это вот, ну, как отдельная часть моей жизни, и я люблю об этом проповедовать, но, чтобы вы понимали, это не все, чем я занимаюсь. Это малая часть того, чем я занимаюсь, но я вижу сегодня, что тема Израиля, она как снежный ком, как лавина сегодня приходит на церковь. И, знаете, можем где-то в бане просто сидеть, разговаривать. О, ты в Израиле был, да? Ну да. А ну-ка расскажи. Начинаешь рассказывать. А ну давай, давай. А ну еще расскажи. А ну еще расскажи. Слушай, а ты мог бы прийти в церкви об Израиле рассказать? Ну давай расскажу. Прихожу в церкви, начинаю об Израиле рассказывать. Потом звонят, говорят, слушай, какой-то странный эффект. Ты вроде бы об Израиле проповедовал, а у меня люди в церкви начали на улицах проповедовать после этого. Пошли на улицы и начали на улицах проповедовать. И я понимаю, что происходит. Понимаете? Когда Бог обращает сегодня взгляд церкви на Израиль, смотря на Израиль, мы начинаем видеть, ну я так для себя говорю, стрелку часов на руке Бога. Израиль, это, вы слышали наверняка, да? Это часы Бога. И когда мы смотрим на Израиль, мы начинаем ясно осознавать времена и сроки, в которые мы живем. А осознание времени, знаете, меняет все в нашей жизни. А осознание времени придает энергию нам. Однажды в 91-м году я еще не был верующим, как раз до моего покаяния. Иду по Москве, купил билет в Харьков на последние деньги и гуляю по Красной площади. Вечер, тепло, наслаждаюсь видами. Знаете, моя безмятежность была ровно до того момента, пока случайно на часы не глядывал. Я случайно посмотрел на часы и с ужасом понял, что до отправления поезда осталось, ну где-то 20 минут или полчаса. И осознание того, что у меня нет денег, не было сотовой связи, у меня никого знакомых нет. И если я опоздаю, я не знаю вообще, что делать. Знаете, в этот момент я никому не объяснял, что я музыкант, что я никогда спортом не занимался, что я вообще бегать не люблю. Я никому не объяснял этого, знаете, я схватил свою сумку, бежал так. Я никогда, знаете, воспитание не позволяет по головам бегать, но там в метро я просто по головам бежал, потому что я понимал, я не хочу опоздать. Знаете, от всей этой безмятежности ничего не осталось. Ровно в тот момент, когда пришло ясное понимание времени. Мы идем с вами по жизни в этом безмятежном состоянии. Мы думаем, что у нас еще вечность впереди. Знаете, но есть люди, которых Господь берет и просто обращает вот так вот раз. Сейчас и вдруг кто-то начинает видеть часы на руке Бога, и вдруг он начинает понимать, возможно, у тебя другого времени не будет, чтобы пойти и привести ко спасению своих родителей, чтобы пойти и привести ко спасению своих друзей, чтобы выйти на улицы этого города и сказать то, что ты должен сказать. Возможно, у тебя другого времени не будет. И знаете, сегодня, когда церковь обращает свой взор на Израиль, она обращает не из праздного интереса. Бог, он не просто, знаете, нас туризмом каким-то развлекает. Он не просто наш кругозор хочет расширить. Ради этого не стоит ехать в Израиль. Работу внутри Израиля. Знаете, что он делает? Он готовит, во-первых, землю, а во-вторых, народ. К тому времени, когда придет Мессия. К тому времени, когда ноги Мессии, согласно книге пророка Захарии, 14 глава, ноги Мессии, они станут на Элеонской горе. И знаете, если бы вы спросили сто лет назад или сказали бы ортодоксальному еврею, Мессия скоро придет, вам бы не поверили. Они сказали, нет, он еще придет не сейчас. Потому что каждый еврей, ортодоксальный еврей, читающий Писание, знал, что когда придет Мессия, к этому времени будет восстановлено государство Израиль. Потому что Мессия придет для того, чтобы войти в Иерусалим как царь Израиля, как Мессия Израиля. И ожидая вот эти мессианские времена, евреи знали, что должно произойти прежде восстановление государственности Израиля. И знаете, ну это вот как бы, может быть бегло где-то очень вкратце, ну я люблю на эту тему вообще семинары проводить и просто погружаться в эту тему подробно и глубоко. Но в определенный момент Израиль для меня перестал быть просто каким-то модным фетишом, просто чем-то, что сегодня популярно в церквях, там хороводы водить. Нет шафара у вас в церкви? Нет? Что же мы такая отсталая церковь? В любой уважающей себя церкви уже везде есть шафар. Даже если пастор ни разу в Израиле не был, шафар на месте. Надо исправить, да? Вот, но понимаете, я глубоко убежден, Бог хочет гораздо большего, чем просто какую-то еще мессианскую общину отдельную сделать. У Бога уже есть церковь в России, у Бога уже есть тысячи, тысячи людей здесь, спасенных, рожденных свыше, которые знают Господа, молятся. Но сегодня удивительные времена, когда Бог готовит церковь. Вы ждете вообще, что Мессия придет? Он готовит церковь сегодня к приходу Иисуса. И Он готовит Израиль к приходу Иисуса. И как мне один ортодоксальный еврей сказал, вы верите, что Мессия придет во второй раз? Мы верим, что Он придет в первый раз. Но в конце концов, мы ждем одного и того же Мессии. И мы ожидаем одного и того же. И Он подумал, слава Богу. И знаете, ну вот, наверное, сегодня я как бы вот закончу в этой части, то, что касается Израиля. Я хочу немножко попробовать, сколько время позволит, вот, коснуться немножко другой темы. Знаете, мы живем во времена, когда потрясающие события происходят вокруг нас, но люди этого не видят. И знаете, в этом ничего нет особенного, ничего нет удивительного, потому что точно так было две тысячи лет назад. Евреи ждали Иисуса. Мессия пришел. А помните, как Марфа говорила в отношении воскресения Лазаря? Иисус говорит, воскреснет брат твой. Да, 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 знаю, там, да, да. Она вообще его не слышит, о чем он говорит. Знаете, мы все верим, что когда-то Он придет, когда-то будут происходить какие-то важные события, судьбоносные события, историю мира. И Бог говорит, это происходит прямо сейчас. Это происходит прямо на ваших глазах. Вы поколение, на глазах которого осуществляются буквально одни из последних пророчеств в истории мира. И мы говорим, да, да, Господь, там сериал еще сегодня, надо не пропустить. Да, да, говори, да, да, мы слышим, да. Понимаете, мы вот в некой прострации, пребываем в некой прострации, находимся. И настолько важно сегодня иметь взгляд Божий на те процессы, которые происходят. И знаете, вот говоря о каких-то отличительных особенностях, отличительных характеристиках, скажем, мужа Божьего или жены Божьей. Мы можем говорить о каких-то конкретных вещах. И вот сегодня об Иакове вспоминали Иаково. Хочу говорить об Иакове. Знаете, если вам приходилось видеть, иногда есть такие автолюбители, которые ездят на таком стареньком Запорожце, ну или Жигулях стареньких, и с гордостью клеят или сзади, или спереди эмблему Мерседеса. Приходилось такое видеть? Ну что-то подобное. Ну иногда я видел такие вещи. Эмблема, на старой машине эмблема какой-то дорогой машины. Круто, наверное, в глазах этих людей это выглядит. Знаете, чем отличается Мерседес от Жигулей, на которые приклеили вот этот логотип Мерседеса? Знаете, чем отличается? Понимаете, не просто названием, не просто вот этим знаком. Есть какой-то непременный атрибут немецкого автомобиля. Что это за атрибут? Можете сказать? Качество. Да, качество. Знаешь, если ты сел на машину, и она на второй день сломалась, тебя обманули. Это не Мерседес. Если это новая машина, и она на второй день сломалась, это не Мерседес. Может быть, это Жигули, но не Мерседес, это точно. Потому что атрибут этой машины – это надежность. Знаете, есть некий атрибут человека Божьего, жены Божьей. Есть некое свойство, которое отличает этого человека от всех других людей. Я хочу говорить об Иакове. И знаете, отличительная черта Иакова, находясь в тех же обстоятельствах, в которых все люди находятся, которые вокруг него. Этот человек видит то, что не видят другие люди. Этот человек видит потенциал, который сокрыт в самых простых вещах. И он не просто видит потенциал, который сокрыт в самых простых вещах. Он способен высвободить этот потенциал. Знаете, я об этом говорю, потому что для меня эта тема тоже связана с Израилем. Сегодня, когда церковь смотрит на Израиль, сегодня многие не понимают, какая сила заключена вообще в откровении Израиля. Какая сила заключена, когда ты начинаешь понимать вот те процессы, которые сегодня происходят. И знаете, мы с вами особенные люди. Я смотрю на вашу церковь, я смотрю на вашего пастора. И мне кажется, вот знаете, для меня где-то тоже церковь белых воротничков. Не знаю как, прав я или нет. Нет, знаете, ну вот внутри что-то вот такое небосяцкое есть. Иногда попадаю в церковь и не пойму, то ли на зону попал, то ли куда я попал. Знаете, вот разговаривают так, отношения внутри церкви такие. У вас как-то все по-другому происходит. И знаете, я уверен, что Бог вам дает определенный взгляд на вещь, которая происходит вокруг вас. И, наконец-то, подхожу к Иакову. Наверное, некоторые вещи опущу. Ну, просто тезисно. Бытие, 28 глава. Со 2 по 4 стих. Это уже время, когда вся эта история с первородством, с покупкой первородства закончена. Помните эту историю? Иаков совершает эту сделку века. За тарелку супа покупает то, что имеет колоссальное значение в вечности. Помните, что ответил ему Исап на предложение продать первородство? Исап ему говорит, что мне в этом первородстве? Знаете, почему он так отвечает? Потому что, на самом деле, в первородстве никакого смысла на тот момент особого не было. Первородство начинало иметь значение. Первородный сын вступал в наследство отца после смерти родителей. А родители, люди, знаете, жили долго в то время. Папе еще жить и жить. Поэтому Исап, каждый день охотясь за дикими зверями, рискуя жизнью, он вообще не знал, доживет он или нет до того времени, когда первородство начнет иметь какое-то значение для него. Поэтому для него в тот момент первородство, оно никак не влияло на его жизнь. Оно могло влиять на его жизнь в будущем. Но знаете, то, что в будущем нас не особо греет, нам надо сегодня и сейчас. Знаете, так рассуждает человек. Но Иаков был не такой. И мы видим, что Иакова интересует первородство. Он видит, что сокрыто в этом первородстве. И он покупает это первородство, вместе с этим первородством покупает массу проблем. И вместо наследства, которое первородный сын должен получить от отца, здесь отец ему говорит, встань, пойди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей, возьми себе жену оттуда из дочерей Лавана, брата матери твоей. И Бог всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя, да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов, и да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму. По сути, ему приходится бежать. Послушайте, Иаков никогда не воспользовался имением отца. Оно осталось все равно Исау, ему пришлось спасать свою жизнь. Он убегает, спасая свою жизнь, куда? Вы помните, куда отправил его отец? Где жил Лаван? В Харане. А не интересовались ли вы случайно, как переводится Харан? Харан переводится земля, выжженная солнцем. Как вам такая перспектива, такое благословение? Ну да, это то, о чем я мечтал всю жизнь. Жить вместе, в отношении которого люди говорят, это земля, выжженная солнцем, пустыня. Знаете, уже само название, оно не говорит о том, что это место благословения. Мы хотим жить в оазисе, мы хотим процветать. Знаете, когда он идет за процветанием туда, куда ни один нормальный человек, наверное, по собственной воле и не пошел бы, он идет в Харан, в послушание отцу. Он идет с верой в сердце, с доверием Богу. И по дороге в Харан он останавливается в городе Луз. Город Луз, название Луз переводится миндальное дерево. Он ложится спать ночью, вы помните, он видит видение, он разговаривает с Господом, он дает обещание принести Богу десятину, и он дает обещание, если Бог благословит его в той земле, куда он идет, он дает обещание, что на этом месте я построю дом Божий. И Луз, он переименовывает этой ночью, он дает этому городу другое название, Вифиль, что значит дом Божий. И идет дальше в Харан. Приближаясь к Харану, он увидел колодец, он увидел овец, которых привели пастухи к колодцу. И он видит странные обстоятельства, он видит, что колодец завален камнем, закрыт камнем, и овцы столпились. Он задает вопрос, почему колодец закрыт. И они ему отвечают, что так у них заведено, так у них принято. Они ждут, пока все овцы соберутся. Ну, знаете, высочайшая мудрость вот такая. Они ждут, пока все соберутся, потом они отваливают камень, и овцы начинают бодать друг друга, толкать друг друга. Ну, уже все же собрались. Те, кто посильнее, они отталкивают, те, кто послабее, да, те, кто посильнее, перебаламутили, все, и потом иди попробуй бить эту грязь. И он видит, знаете, вот в этих простых вещах, он видит, как из, казалось бы, вот этих простых вещей извлечь что-то драгоценное. Что он делает, вы помните? Он подходит и отваливает камень от колодца. И напаяет овец своей будущей жены. И, знаете, в этом поступке проявилось, ну, наверное, ярко проявилось вот так первый раз, вот это помазание Иакова, помазание, благословение. Мы все хотим, чтобы Бог нас благословил. Знаете, но я с одним, у меня есть друг, христианин, он миллионер долларовый. И он говорит, я уже устал слышать вот эти вот молитвы, когда, ну, так, условно, такой среднестатистический христианин, он молится, мечтает найти мешок с деньгами. И думает, что если он найдет мешок с деньгами, то вот это и будет ему счастье. Понимаете, по статистике, те люди, которые выиграли в лотерею миллионы и миллионы, большинство из них за очень короткий промежуток времени, они возвращались в свое исходное состояние, а иногда их жизнь полностью разрушалась. Иакова от всех остальных людей, когда Бог благословил его, когда Отец благословил Иакова, когда благословение первородного пришло на него, Бог изменил его взгляд на те простые вещи, которые окружали его. Он получил способность смотреть другими глазами и видеть то, что обычные люди не видели, хотя все это лежало на поверхности. Скажите, что разве много ума надо было, чтобы понять, что это неправильно? Что он говорит, и еще они могли бы попить эти овцы и пойти пастись, а так они сидят ждут. Понимаете, он сразу посчитал потери, он сразу оцифровал, что неразумно так поступать. И знаете, он не просто констатирует какие-то вещи, он действует. Он человек, который не просто видит сокрытый потенциал, невысвобожденный потенциал. Он человек, который высвобождает этот потенциал. Понимаете, Бог хочет, чтобы мы не были просто людьми, которые видят какие-то вещи. Он хочет, чтобы мы, видя то, что видит Бог, чтобы мы высвобождали сокрытый потенциал. Знаете, это работа Бога. Вот Богу нравится такая работа. Он находит вот такого, тебя и меня, незначимого, небогатого, да не особо мудрого. Но Писание говорит, он взял немудрое мира сего. Для того, чтобы посрамить мудрое, послушайте, Богу так нравится это делать. Он берет самое ничтожное этого мира и в его руках это становится вообще вершиной, понимаете, вершиной всего. И мы видим, кто такой Фома, да, вот кто такие апостолы, кто такой Фома, кто такой Петр. Все они чем-то выдающиеся люди. Послушайте, ну в руках Бога они становятся величайшими апостолами, которые повлияли своей жизнью на судьбу всего мира. Потрясающе. Знаете, это только Бог способен на такое. Взять, найти мешок денег и пойти растратить, на это много ума не надо. Знаете, но иметь вот такой взгляд, как у Иакова и быть человеком, который способен видеть сокрытый потенциал в вещах, которые окружают тебя и высвободить этот потенциал, знать, как это делает. Знаете, это то, что отличало Иакова от всех остальных людей. И мы знаем, что происходило дальше с Иаковым. Помните, он, слова нам договариваются по поводу того, чтобы взять в жены его младшую дочь, Рафель. Он договорился, помните, да, добрый лаван, мы же родственники, помните, да, мы же родственники, да, добрый лаван, говорит, давай семь лет работай на меня. Братья, я не знаю, есть среди вас герой, если бы вам сказал папа вашей невесты, парень, семь лет ты на меня работаешь, бесплатно, потом поговорим. Я не уверен, что согласились бы, да, но, да, он, мы видим, он идет на это, и потом, вы помните, да, с какой проблемой он столкнулся. Он утром просыпается и обнаруживает, что его жестоко, просто жестоко обманули. Он в своей кровати обнаруживает не ту, на которой хотел жениться. Вместо Рахель он обнаруживает Лею. И, знаете, мне хотелось бы задать ему вопрос, куда ты смотрел? Раньше у меня объяснение было только одно, он напился, наверное, так. Слава Богу, что в свой шатер еще залез. Знаете, но я однажды прочитал толкование еврейских раввинов, мне это толкование больше понравилось. Это толкование говорит о том, что точно так, как Исаф и Яков были братьями-близнецами. Рахель и Лея, они были сестрами-близнецами. Близнецы есть однояйцевые, есть двухяйцевые. Когда близнецы рождаются однояйцевые, они рождаются с одним лицом. Моя сестра родная выходит замуж, я приезжаю на свадьбу, захожу в дом, заходит ее жених. Мы знакомимся, я его расспрашиваю, он мне рассказывает, полчаса разговариваем. Он уходит, я сижу за столом, проходит минут десять, опять он заходит, смотрит на меня, говорит, здравствуйте. Я говорю, здравствуйте. Говорю, давайте познакомимся, как вас зовут? Я думаю, больной что ли? Полчаса разговаривали, опять знакомиться пришел. И смотрю, сестра угорает, со смеху. Я не знал этого. Оказывается, у него брат-близнец, и их мама родная не может отличить. Они отличались по родинке за ухом. Один вырос, потом стал муж моей сестры начальником района по спорту, а второй специалистом по этому делу. Напьется, по подзаборам и шатается, в администрацию звонят, идите заберите своего начальника. И у него постоянно проблемы, понимаете, они просто однояйцевые близнецы, а не на одно лицо. Исав и Иаков были двуяйцевыми близнецами, они вместе родились. Исав был старше, Иаков был младше, но старше там на сколько? На несколько минут, наверное, да? Но старше. Вот. Они были двух, у них было разное лицо, они не были похожи друг на друга. Но устная Тора, она толкует в отношении Рахели и Леи, что они были однояйцевыми близнецами. И это объясняет то, почему в темноте Иаков не смог их различить. У Леи был дефект, она была слаба глазами. Это не значит, что она была косая, это не значит, что она была уродливая. Но слаба глазами, ну может быть близорукость у нее была, может быть она вдаль плохо видела. Мы не знаем, но именно это объясняет то, почему он ее не узнал, почему он ее спутал с Рахелью. И знаете, чудесный, замечательный Бог, он позаботился об Исаве и Иакове, потому что была заповедь, они должны были в жены брать, помните, запрет уже был на племенных жен, должны были брать в жены только из родства своего, поэтому Бог и позаботился, и дал этим двум мальчикам, этих двух девочек, и Лея, по определению Бога, она должна была быть женой Исава, а Рахель женой Иакова, но Исав избрал другой путь. И Иакову вот досталось такое счастье. Знаете, казалось бы, повод, вот тебя подставили, кого-то подставляли из вас, обманывали, может быть, бывало такое, с кем-то? Тебя подставили, тебя обманули, с тобой несправедливо поступили, тобой воспользовались. Знаете, повод устроить истерику, там, бить каблучком о пол, метать громые молнии, Что делает Иаков? Он соглашается еще семь лет работать за Рахель, да, и он берет в жены этих двух женщин. Лея была нелюбимая жена, так говорит Писание. Рахель была любимая жена, но Рахель долгое время не рожала, а Лея рожала одного за другим. И знаете, вот как все получается, когда мы смотрим на Иакова, мы видим, что люди, которые попадали в орбиту жизни этого человека, на них приходило благословение Божие. Некоторые люди гоняются за благословением. Где? Там лучше жить, да, в Сочи как? Хорошо жить сейчас, да? Если хорошо, я приеду, да? А в Америке хорошо сейчас жить? Утром сестра одна подходила там, где мы служили, она говорит, а расскажите, в Израиле как? Хорошо сейчас жить? Я говорю, а что вы спрашиваете? А то я думаю переехать. Знаете, хорошо там, где нас нет, люди говорят, но только не Иаков. Понимаете, в жизни Иакова все было совершенно по-другому. Куда шел Иаков, за ним шло благословение. Так всегда в его жизни происходило. Харан. Люди смотрели на Харан, говорили, ничего путного не будет, земля выжженная солнцем. Иаков приходит в Харан, и Харан становится для Иакова землей обетованной. В Харане он разбогател. В Харане он стал богатым. Бог дал и жен, и детей, и скот, и богатство. И Харан стал для него вот этой землей, в которой он умножился, укрепился. Знаете, когда мы смотрим на жизнь Иакова, то это происходит в его жизни всегда. Это особенность человека Божьего. Знаете, у него особенный взгляд. Он способен из ничтожного извлекать драгоценное. И уж досталось ему это, ну не знаю, ну пусть там косая лия. Знаете, вот этот род таких мужиков, как Иаков, они легко не сдаются. И уже если случилось так, что ему досталась косая лия, как минимум, он сделает эту лию матерью патриархов. Он сделает эту лию. Она стала мамой Иуды. Она стала мамой родоначальников самых великих колен Израиля. Послушайте, это удивительный человек. В его руках все самое, казалось бы, негодное. Лаван боялся, что лию замуж никто не возьмет, поэтому всунул ее. Но в его руках даже косая лия, она превращается вот в такую матерь, которую вспоминают спустя три тысячи лет. И когда Иаков умирал, он заповедал, чтобы его похоронили не с Рафелием, его похоронили с Леей. Наверное, совесть его как-то обличала, что она была нелюбимой женой. И похоронили, это оказали почесть ей. Оказали почесть ей, и она была похоронена с Иаковым. Знаете, я хочу быть таким, как Иаков. Знаете, в жизни часто, ну, мы не можем выбирать, в какой стране родиться. Мы не можем многие вещи выбирать. Мы часто имеем дело уже, как говорил Кучма когда-то, маимо, то шо маимо. Понимаете, вот маимо, то шо маимо. Есть у тебя вот сынок твой, хоть может и бестолочь там, да, и иногда тебе его хочется там воспитать, перевоспитать. Знаете, можно, конечно, рассыпаться в словах, говорить все, что хочешь, а можно стать для него вот таким человеком, как Иаков. И жена, может быть, твоя, да, может быть, как Лея, но в конце концов, сделай ее вот такой, понимаете, матерью патриархов. Понимаете, он способен был видеть потенциал и высвобождать этот потенциал. Это потрясающее качество человека Божьего. И последнее, то, что хотелось бы как бы в этой же сфере, подчеркну, то, что Иакова касается, помните, 14 лет проработал, приходит к Лавану, говорит, я 14 лет на тебя работал, не получая зарплаты. У меня жена, у меня дети, позволь мне что-то иметь. Опять добрый Лаван, да, говорит, что тебе дать? Помните, с каким бизнес-планом приходит Иаков к Лавану? По сути, вот если утрировать, он говорит, Лаван, вот, я готов, чтобы ты мне отдавал что-то, что в твоих глазах вообще ничего не стоит. Вообще тебя даром не надо. Лаван занимался скотоводством. И Иаков говорит, вот этот, ну как бы, некошерный скот с пятнами неправильной овцы, которую продать непросто. Понимаете, из этих овец их не брали, они не считались хорошими, их не брали, чтобы селекцией заниматься. Это считался брак. Вот брак тебе не нужен? Нет, не нужен. Давай, вот этого мне будет достаточно. Вот то, что в твоих глазах самое ничтожное. Послушай, то, что самое ничтожное в глазах этого мира, в глазах человека Божьего, становится источником благословения. Вы помните, что делает Иаков? Я не знаю, где он это вычитал. Он таким селекционером, оказывается, обнаружил себе эти склонности. Опять он увидел что-то. Знаете, вот там что-то веточки резать начал, класть начал перед их глазами, когда они спариваться приходили, эти овцы, и овцы начали плодиться, плодиться, плодиться. Лаван пришел на разборки, говорит, ты меня обманул. Понимаете? Но это всегда так происходит в жизни человека Божьего. За что бы ни бралась его рука, даже если это самое ничтожное в его руках, это все начинает процветать. Само присутствие человека Божьего приносит благословение. Мы в нашей церкви проводили утренние молитвы с 7 до 8 утра. И знаете, повадился одно время ходить один армянин. Покаялся. Я не мог понять, что он ходит. Он приходил, он еще ни молиться не мог, ничего. Придет и стоит у стеночки. Ждет, пока мы закончим. Потом подходит ко мне Гаррифбастер, я хотел бы с вами пообщаться. Можете уделить полчаса? Я, ну да. Он говорит, только мне надо ехать, можно вы в машину садитесь, мы в машине поговорим, и потом я вас на место привезу. Ну давай. Сажусь в машине, едем. О природе, о погоде, непонятно о чем. Я не пойму, зачем он меня взял. Куда-то он. Приезжаем, говорю, побудьте, пожалуйста, 5 минут. Сейчас я быстренько сбегаю и поедем дальше. Но сижу, жду, думаю, что я делаю у него в машине. И знаете так, раз, два, пять. Я потом уже не выдержал, я говорю, слушай, что происходит? Что ты меня возишь по городу? Признавайся. Он говорит, пастор, не поверишь. Когда ты в машине, мне все договора подписывают. Понимаете? Этот хитрый армянин, он меня как талисман возил. Он заметил, что пока я в машине, у него бизнес идет. Друзья, благословение идет за нами, когда мы в правильном положении перед Богом. Это не то, зачем гоняется праведник. Иаков, даже оказавшись в Харане, Харан становится местом, где экономическое чудо происходит. Знаете, тут говорят, в Китае экономическое чудо. Это вот в Харане экономическое чудо произошло. Не поддающейся логике никакой. Это всегда происходит в жизни человека Божьего. Это Бог такой. Ему нравится брать ничтожное, и из ничтожного делать что-то прекрасное. Земля была безвидна и пустая, и тьма над бездною. И Дух Святой носился, носился. А теперь мы смотрим на эту землю и любуемся восходами, закатами и красотой этой земли и говорим, Велик Господь. Аминь. Послушайте, мы сегодня говорим об Иакове только лишь потому, что я хочу вам сказать, мы верим в Бога Авраама Исаака Иакова. И тот Бог, в Которого верил Иаков, это тот же самый Бог, в Которого верим мы. И может быть, ты думаешь, что тебе не повезло со страной, тебе не повезло с городом, тебе не повезло с женой, тебе не повезло с мужем. Может быть, втайне думаешь, что тебе не повезло с пастором. Это причина, почему ты несчастен. Нам для счастья много не надо. Знаете, я сегодня всю ночь мучился от почечных колик, не спал всю ночь, страдал, вызывали скорую помощь, и утром в 8 утра не знал вообще, поднимусь я или не поднимусь. И потом, когда приехали утром и укололи меня, и боль ушла. Знаете, я понял, для счастья мало надо. Просто когда ты осознаешь, что у тебя ничего не болит, и ты этого уже достаточно для счастья. Просто у тебя ничего не болит, этого достаточно, чтобы быть счастливым. Нам немного нужно для того, чтобы быть счастливым. Счастливым. Знаете, я верю, что на церкви есть вот это помазание, которое было на Иакове. Церковь это не просто люди, которые где-то собираются поговорить о Боге. Мы собираемся здесь помолиться, поговорить о Боге, но потом вы идете в свои дома, вы идете на работу, вы идете в этот город, вы идете в этот мир, вы идете на улицы, и вы становитесь теми людьми, подобно Иакову, которые видят нереализованный потенциал этой земли. Нереализованный потенциал в людях, которые вокруг вас. И ты смотришь на человека, и ты ему говоришь, ты можешь. Ему все говорят, ты лузер, ты отстой, у тебя ничего не получится. А ты смотришь, и ты не просто говоришь, ты не автотренингом занимаешься, ты видишь, Бог тебе показывает, ты видишь, и ты говоришь, ты можешь. Это возможно в твоей жизни. Ты можешь. Бог дает тебе это понимание, эту способность видеть и способность высвободить веру, высвободить этот потенциал. Знаете, Израиль для церкви, вот для меня сегодня, он где-то вот в этой части находится. Потому что, когда я смотрю на церковь, или я смотрю на пастора, который вот читает Библию, и на вопрос, что для тебя Израиль, что для тебя Иерусалим, он говорит, ничего. И я понимаю, как дьявол его обокрал. Просто обокрал. Знаете, потому что, когда несколько лет назад я разговаривал с одним из самых известных баптистских служителей на постсоветском постранстве, Григорий Комендант, уже пожилой человек, он был еще в советские времена главой вот этого евангельского объединения, когда еще баптисты-пятидесятники были вместе, в Сейвбе, по-моему, называлось. Потом он был главой баптистов в Украине, потом он был главой баптистов в Европе. Очень известный, такой легендарный совершенно человек в среде баптистов. И знаете, мы разговаривали, и он говорил такие слова. Я всю жизнь читал Библию, я всю жизнь проповедовал, но настал момент, когда Бог позволил ему оказаться в Израиле, и что-то произошло вот внутри него. Он говорит, у меня такое ощущение, как будто я Библию только сейчас читать начал. Он говорит, о чем бы я не проповедовал, его приглашают, он известный человек, он говорит, о чем бы я не проповедовал, я в конце, вот меня все равно, знаете, я все равно раз, и в конце все равно вот на Израиль перехожу. Знаете, потому что невозможно смотреть на процессы, которые происходят сегодня в мире, и понимать эти процессы, не имея где-то вот в поле зрения Израиль, и что происходит с ним. Я хочу помолиться сегодня вместе с вами. Хочу помолиться. Знаете, я верю, мы живем в особенные времена, и Бог не просто так призвал тебя в эти времена. Ты не просто здесь в церкви, чтобы просиживать прекрасные мягкие стульчики, но Бог призвал тебя, потому что есть какое-то дело для тебя, есть служение, есть цель твоей жизни, есть то, ради чего все это, ради чего ты был призван, ради чего ты отдаешь свое время, свои силы. У Бога есть цель для каждого из вас, есть работа. И от того, насколько ты способен смотреть глазами Бога, насколько ты имеешь вот этот взгляд, подобно Якову, ты в простых вещах, которые окружают тебя, насколько ты можешь видеть потенциал, который сокрыт в простых вещах, ты в зависимости от этого будешь или не будешь человеком, который может это все высвободить. Послушайте, Бог призвал нас влиять на этот мир, влиять на людей, которые живут вокруг нас. И если мы не будем подобно Якову, то мы никогда не сможем оказывать этого влияния. А мы, давайте поднимемся, может быть, немножко суббурно, вот, но слава Богу за этот вечер. Отец Небесный, я благодарю Тебя за эту замечательную церковь. Я благодарю Тебя за те слова, откровения, которые звучат на служениях этой церкви. Я благодарю за те глубокие наставления, которые получают люди здесь. Я благодарю за чудесное прославление, за чудесную атмосферу семьи. Господь, за ту особенную близость, которую они переживают здесь друг к другу. Отец Небесный, я призываю Твою благодать, призываю Твою милость на эту церковь. Я благодарю, что эта церковь, она, она, вот, приняла и оказывает попечение в служении Эвенезера и помогая совершать Алию. Я благодарю Тебя, что поддерживается та работа, которую совершает Лена. Мы благодарим Тебя, Господь, за все, что Ты делаешь через эту церковь. Я прошу Тебя, так как Ты сказал однажды Аврааму, благословляющих Тебя, благословлю, Отец Небесный, пусть благословение Твое приходит на эту церковь, потому что они так много делают для народа израильского, так много делают для потомков Авраама. И сегодня немногие понимают то, что они делают, Господь, но они сегодня часть этой работы. И я благодарю Тебя, и я прошу Тебя, пусть это благословение придет в каждую семью, пусть это благословение придет в каждый дом, пусть это благословение придет к их детям, к их внукам, во имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, пусть это благословение Благословение первородного сына, это благословение, которое было на Иакове, пусть оно будет на каждом члене этой церкви, пусть оно будет на пастыре, пусть это будет церковь людей, которые способны из ничтожного всегда извлекать драгоценное и самое ничтожное этого мира в их руках пусть расцветает и преображается и преображает этот мир. Отец Небесный, благодарю Тебя за этот вечер, благодарю Тебя за братьев, сестер моих, воздаю Тебя честь, славу и хвалу, поддержи их в труде их, благослови их собственным зданиям, благослови их всем необходимым для служения, чтобы они могли расти, умножаться и приносить в этом городе много и много плода. Благодарю Тебя, честь, слава и хвала Тебе во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Да благослови Господь. Благодарю. 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 Благодарю.